Эльнур, здравствуйте! Приветствую вас на территории кино. Очень рада еще раз видеть своим гостем вас, человека, который принимает непосредственное участие в формировании молодого поколения наших кинематографистов, человека, который сам с детства в кино и который сегодня руководит кафедрой кино и телевидения нашего азербайджанского государственного университета культуры и искусства. Спасибо большое, я вас тоже приветствую, мне приятно вновь находиться в вашей компании. Тема, о которых с вами можно говорить, Эльнур, они нескончаемы, потому что они связаны с кино, с телевидением, а это как будто у было начало, но конца у этого никогда не будет, как мы понимаем, все из жизни. И я бы сегодня с вами особенно хотела бы сделать акцент на тех грандиозных успехах, которые наши ребята, наши молодые кинематографисты завоевывают на международной площадке, на международной кино площадке. Это очень знаковый для молодых кинематографистов кинофестиваль международное восхождение, очень символичное, кстати, название у него, и 15-й международный ташкентский кинофестиваль. На обоих кинофестивалях наши студенты, ваши ребята заняли призовые места, получили главные призы. Скажите, пожалуйста, вот это очень большая работа, я понимаю, ну вот, а как шла подготовка к ней? Спасибо вам. 2023 год для нас считается, вообще для нашего университета, знаменательным годом считается. В первую очередь, в этом году мы отмечали юбилей, столетие нашего общенационального лидера, Гейдара Алиева. Параллельно этому мы отмечали столетие нашего университета. И поэтому для нас это очень ответственный год был. Работа наших педагогов по достоинству была оценена нашим лидером, нашим президентом Ильхамом Алиевым. Он к столетию нашего университета, он издал указ, наши педагоги во главе с нашим ректором Джейран Ханом Махмудовой были награждены высокими наградами. Помимо этого, некоторые педагоги удостоены были президентской стипендии. Конечно, мы проводили ряд мероприятий, и для нас это было очень ответственно. Вот как раз-таки победа наших ребят, это было огромным большим подарком для нас, для нашей кафедры, для университета. В августе 2023 года мы получили приглашение с Всероссийского государственного университета кинематографии. И параллельно мы получили приглашение с Узбекистана. Касательно Узбекистана мы уже не раз отправляли на этот фестиваль наших студентов. Первый раз мы отправили в 2021 году. Значит, тогда наши студенты завевали четвертое место. В 2022 году наши ребята на фестивале в Узбекистане заняли третье место. И когда в 2023 году мы получили вновь это приглашение, мы встретились с ребятами, обговорили эти вопросы с нашими педагогами, что нам предстоит завоевать, наверное, уже второе место. Подрастающее. Подрастающее, да. И так получилось, что мы остались перед дилеммой. Нам нужно было выбрать студентов. Встретились с нашими педагогами, с руководством, обсудили этот вопрос. Потому что все-таки, если это возрастает, наши успехи, мы не можем опуститься ниже и снизить свои успехи. У нас, значит, очень много талантливых студентов. И нам было сложно выбирать среди них, кого же все-таки отправить на этот раз. В Узбекистан. Мы решили, выбрали студента Уктая Миркосымова. Все-таки этот студент, который изначально, до поступления в университет, еще даже он снимал фильмы. Вот мы решили его отправить в Узбекистан. И он, к счастью, завоевал там первое место. Эльнур, я насчет Узбекистана с вами более подробно попозже поговорю. Сейчас бы я хотела немножко остановиться на кинофестивале «Восхождение». Он впервые проходил во ВГИКе. Да, впервые этот фестиваль организовали. Какие там были киношколы представлены на этот раз? Могу сказать, что из Казахстана только было представлено три киношколы. Там Татаршкистан, Узбекистан. В ГИКСАМ тоже представили несколько фильмов. Вообще этот кинофестиваль, он запомнился очень многим. В том числе тем, что одной из интересных особенностей его было, то, что проходили дискуссии и обсуждались вопросы с известными кинематографистами, с известными кинорежиссерами. Вопросы проблем современной киноиндустрии. Вот я хочу сейчас к вам обратиться как к человеку, который сам непосредственно связан со школой кино, и как к педагогу. Вот вы сами какие видите проблемы в современной киноиндустрии? Проблемы с восприятием окружающего мира у студентов. Понятно, что у каждого студента, у каждого человека есть свое видение в этом отношении. Все в поисках новых направлений, новых подходов в киноиндустрию. Правда, сейчас придумать что-то новое, честно говоря, сложно, потому что велосипед уже придуман, нам нужно научиться ездить по плохим дорогам. Да, главная проблема все-таки в этом и заключалась. Подход, да? Подходов, да. В новом въедении. Ну и конкуренция же еще большая плюс ко всему. Конкуренция тоже большая, и, естественно, она сама ведет к тому, чтобы искать что-то новое, новшества какие-то. Еще одной замечательной особенностью этого кинофестиваля была встреча с всемирно известным... Эмир Кустурицей. Эмиром Кустурицей, легендарным кинорежиссером, на фильмах которого выросло и среднее поколение, училось у него поколение кинематографистов среднее. И, как сегодняшний день показывает и молодое поколение, я просто кадры видела, где, когда он выступал, когда была встреча с ним, там вот буквально, как говорится, яблоку негде было упасть, места не было. Вот я видела эти кадры, ребята, то, что зрительный зал был полный, само собой, они на полу сидели, в лестничных проемах. Когда он проводил свой мастер-класс. Да, да, свой мастер-класс, и вы были там тоже в этом плане. Конечно, я присутствовал, это было незабываемое, конечно, зрелище. Он рассказал подробно о своей жизни, о том, кто его мотивировал, когда он пришел в киноиндустрию. Рассказал о своем видении, о своем подходе. Все было очень интересно, не только мне, конечно, естественно, студентам тоже, поэтому все с интересом его слушали. Но еще очень знаковым стало то, что именно из рук Эмира Кустурицы наш самет... Самет Агаев получил приз. Это единственный приз, который он сам лично вручил. И это говорит все о том, что наши педагоги, они тщательно работают над своими студентами. Это говорит о высоком уровне наших педагогов. Ну, вообще, успех ученика, это, мне кажется, самая высшая награда для его учителя, для его педагога. Это равносильно сравнить можно только, наверное, с успехом собственных детей. Хотя ученики те же дети, да. Скажите... Задавали вопросы мне, а как получилось, что особенного в этом фильме было? Что самое интересное? Салам Иса. Салам Иса, да. Дело в том, что мы и фильмы отбирали, когда мы отбирали фильмы, какие фильмы отправить на фестиваль. Вот мы проводили отбор вместе, естественно, с нашими педагогами. Вот мы всегда задавали вопрос, аж почему именно Салам Иса? Там уже было около девяти фильмов мы отправили. Я вам скажу, в этом фильме Самет Агаев отобразил духовно-нравственные ценности нашего народа. То есть, отношения детей со своими родителями, насколько крепки эти узы. Было отображено. И мистическая драма, этот фильм, жанр этого фильма, мистическая драма. И у него в самом деле свой очень оригинальный был подход с Амедом Агаевым. И вот результат нашего кафедры налицо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну вы знаете, я вам скажу, Эльнур, то, что этот фильм взял главный приз, означает, что вот эти ценности наши, отношения родителей к детям, детей к родителям, они близки другим людям тоже. Скажите, а кто в жюри был? Представители жюри были выбраны из нескольких стран. Скажите мне, пожалуйста, вот касаемо жюри. Именно приз жюри как раз таки и получил фильм «Голбол». Очень такое название. Что оно означает? «Голбол» предназначен, это вид спорта, в котором участвует молодое поколение, взрослое поколение, не имеет значения, с физическими отклонениями. То есть у кого слабое зрение. И вот, сняв этот фильм, между прочим, фильм снял оператор, не режиссер, а оператор, и он получил за лучшую режиссуру. В этом фильме, в фильме «Голбол» наш студент, Роман Мачалов, он отобразил единство, сплоченность спортсменов. Не просто спортсменов, а люди, которые с отклонениями и недостатками. Они как поддерживают друг друга. И насколько у них любовь к жизни, стремление жить, наслаждаться этой жизнью, добиваться чего-то, знаете, вот, когда люди с какими-либо отклонениями, и когда они понимают, что вот что-то они сделали для общества, что-то они могли, чего-то они смогли достичь. Их это воодушевляет. Водушевляет, мотивирует, да. Замечательно. Я вот на чем бы хотела сейчас немножко сконцентрироваться, Эльнур. Целью этого фестиваля было кинообразование и содействие творчества. Но здесь хочется немножко остановиться, потому что кинообразование и то же самое содействие творчества начинается задолго до всех кинофестивалей, фестивалей и конкурсов. Оно начинается с учебных заведений. То есть человек может быть талантлив. Понятно, что в университете искусств учат и талантливые ребята. Не талантливым там делать нечего. Нечего, конечно. Но правильно направить же этот талант надо. Мы и направляем. Дело в том, что мы то и делаем, что направляем. Но направлять это одно, а другое раскрыть образ мышления, например, общества азербайджанского, образ поведения азербайджанского народа, общепринятые какие-то нормы. Они должны знать. Ведь дело в том, что они... То есть не что хочу, делаю, а есть определенные параметры, по которым ты должен идти. Соответственно, конечно же. И у наших педагогов это очень хорошо получается. Результат налицо. Вы знаете, я с вами совершенно согласна насчет того, что результат налицо. Студенты и выпускники Азербайджанского государственного университета культуры и искусства достойно представляют и имя университета, и имя нашей страны на международных киноплощадках. Но, безусловно, школа очень важна. Это схоже... Это как обработка алмаза в бриллиант. То есть и педагоги наши – это те же огранщики, шлифовщики, которые превращают вот этот талант, этот драгоценный камень в что-то очень дорогое и неповторимое. Что самое важное и самое главное? Наши педагоги стараются раскрыть природу всего. Начиная природа человека, заканчивая всего сущего, что существует, вообще всего, что есть. И тому пример – это Ташкентский кинофестиваль, где наши ребята взяли гран-при. За пять дней фильм снять. Фильм называется «Сто шагов». Правильно, Иси? Да, «Сто шагов». Как получилось снять за пять дней? Снять, смонтировать и получить гран-при? Вот это самый удивительный и самый ответственный был момент. Когда наши студенты, когда я представил всю картину им, что вы должны будете снять за пять дней, не зная темы, не зная, о чем будет фильм. За пять дней они должны были проявить свой потенциал, который они собрали в университете. Ну там еще и монтаж есть. Да, для них создали все условия. Конечно же. Не просто монтаж. За пять дней нужно было снять фильм и смонтировать, предоставить фильм. Это съемка, монтаж. А еще написать сценарий какой-то нужно было? И сценарий, конечно, нужно было написать. Даже не сколько сценарий, сколько хотя бы синопсис должен был быть готов. Да, и вот они за пять дней нам позвонили оттуда, ребята, что вот есть тема. Я люблю Узбекистан. Вот такая тема. Придумайте историю. И наши ребята начали придумать историю. И придумали. Опять же они там отобразили наши национальные духовные ценности. Здесь у нас дедушка со своим внуком. Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Вот этого все-таки не хватает И когда человек, когда зритель сталкивается Все-таки вот эти тонкие чувства На которых все строится Вся жизнь все-таки Надо достучаться до души Ну вот наша цель Дело в том, что политика нашей кафедры Политика нашего университета Политика нашего факультета Чтобы общенациональные ценности Азербайджанского народа отобразить Вот в этом все и заключается Потому что это очень тонкие нити По которым все-таки мы ходим И главная идеология Главная идеология, я должен подчеркнуть это Главная идеология нашей кафедры Это любовь к стране Любовь к родителям И любовь к дружбе То есть доминирует у нас чувство любви И мы стараемся раскрыть все-таки перед студентами Что все-таки доминирующее чувство у людей Это любовь Согласна с вами Вот вы вообще сами как педагог Каким вы видите сегодняшнее поколение Молодых кинематографистов? Вы знаете У нас большой потенциал У нас формируется наших студентов Формируется свое видение Вот к чему мы идем Свои подходы Бывает, что наши студенты Проводят дискуссию со своим педагогом Где-то они могут не соглашаться Это не означает то, что студент Он должен во всем соглашаться со своим педагогом Нет, должна быть дискуссия Интерактив должен быть какой-то Истина рождается в споре В споре, да В дискуссии спор нет Истина, да, рождается в дискуссии Я так думаю Это необходимо Вот каждый наш урок Потому что если даже вы со стороны Посмотрите, да Каждый наш урок проходит интерактивно То есть во время занятий Каждый педагог заставляет думать Мыслить студента И отвечать на вопросы И предоставлять свою точку зрения Это очень важно Наши педагоги формируют У каждого студента свое видение Свое направление И я думаю, что наши студенты Имеют большой потенциал Ваши студенты Это и есть молодое поколение кинематографистов? Потому что Большая часть сегодняшних наших ребят Которые завоевывают на кинофестивалях успех Которые снимают Это наши студенты? Наши студенты Это наши гордости И наши студенты И наши студенты И я считаю, что наши студенты Это наша гордость Ну, наверное, есть имена Которые еще не так широко известны Публике Пока неизвестно, да Но вы знаете, что есть Я знаю Вы уже как педагог И как киношник Вы сами видите, да Уже таких ребят Есть, то есть идет вот это Течение Да, да, да Есть, конечно же Есть Вот сейчас мы в данный момент С Министерством культуры У нас есть совместный проект Которым мы работаем Мы разработали план развития Я не хочу сейчас афишировать, честно говоря Не надо Пусть остаются в тайне План развития Дальнейшего развития наших студентов Они вплотную нам помогают Мы, можно сказать, каждый день с ними общаемся По поводу будущего плана развития И я думаю, что у нас все получится Мы будем развиваться Я только хотела спросить Вот есть ли какие-то новшества в преподавании Вот, правда, на практических занятиях Потому что мы с вами выше говорили о том Что нужно искать что-то новое Но это новое должно быть и в преподавании тоже, наверное Или как? У нас и в преподавании На практике Есть же практические занятия? У нас, значит, построено все так Параллельно теории У нас развивается практика тоже На первом семестре Студент получает теоретические знания На первом семестре Начиная со второго семестра То есть первый курс, первый семестр Начиная со второго семестра Они начинают уже снимать этюды Практически занятия проводятся Ежемесячно Ежемесячно, еженедельно Занятия или вот эти этюды они снимают? Не просто этюды Вот каждый На каждый коллоквиум даже Каждый коллоквиум Он принес конкретно отснятый материал Это не просто вот так мы сидим Просто говорим Передаем теорию студентам Нет, они приобретая теорию Они параллельно практикуют И на каждый коллоквиум Они предоставляют свои отснятые материалы Начинается этюда И потом развиваемся Туда входят, значит, даже и рекламы снимают Наши развиваются всесторонне Чтобы они могли ощутить себя В кино или на телевидении Где они себя ощущают больше всего Где они видят себя Это потом, да, происходит уже Вот это перенаправление Кто в кино, кто на телевидении Дело в том, что у нас режиссура Она в двух направлениях Телевизионный режиссер И кинорежиссер Ну вот как вы знаете Этот человек, он поступает уже на кинорежиссуру Или на телевизионную режиссуру? Проводится отбор Студенты сами решают Они в каком направлении будут обучаться Вы думаете, они сами могут это решить? Или это все-таки должно быть? Все-таки желание должно быть У каждого студента должно быть свое желание И потенциал должен быть? Потенциал должен быть, конечно же В кино немного сложновато Естественно, я поэтому и спрашиваю Да, в кино целеустремленный должен быть студент И те, которые к нам поступают Они на самом деле знают, что они поступили в кино Целеустремленно идут к своей цели А я думала, вы сами там уже потом вам даете направление Что тебе лучше с кино заниматься Нет, мы раскрываем просто мир кино Мы раскрываем мир телевизионной индустрии Мы раскрываем, и они уже сами выбирают Также и театр, конечно же Мы раскрываем мир театра Все-таки фундамент наш, это все-таки театр Раскрываем уже студенты, сами выбирают И снимают, они сообщат, да? То есть и операторы, и режиссеры Мы создали, да, мы создали новые тенденции Когда режиссеры, студенты, актеры, художники, операторы Они совместно работают над одним проектом И это очень важно Важный шаг был Потому что они уже, будучи студентами Они уже учатся работать в команде Что самое интересное Когда мы говорили со студентом Которого отправили, да, этот, в Узбекистан Я задал ему вопрос С каким оператором ты хочешь работать? Это очень важный момент был Он сказал, я хочу работать с Юсифом Я говорю, нет проблем Дело в том, что отбор проводит режиссер Он является автором фильма И очень важно Когда он собирает команду Должны быть единомышленники Как говорил когда-то Георгий Данелли Учитель вашего отца Учитель моего отца, да И он мне когда-то сказал, что Нужно искать единомышленников Все члены команды Они просто должны дополнять друг друга Это очень важный совет был И вот этот совет мы передаем Нашим всем студентам Ну вот я вам неспроста В начале передачи Сдала вопрос по подготовку То есть, да, особенной подготовки не было Но подготовка была сделана уже Тем, что вы научили их правильно Выбирать команду Вы научили их выбирать направление Кстати, вот каким больше всего жанром Обращаются сегодняшние студенты При съемках? Ну, наши студенты в основном Выбирают драматический жанр Мелодраму, мистику В основном они выбирают вот эти жанры А аниматика? Я слышала, что у нас анимация Я вам скажу, да У нас вот недавно Начиная с этого года На уровне магистратуры Конечно, пока что на уровне магистратуры Мы открыли режиссер анимационных фильмов Это новое направление Мы пригласили молодых специалистов Молодых педагогов Которые заканчивали в Корее В Лондон-скуле Заканчивали Наши это ребята? Это наши ребята Это наши ребята Азербайджанцы Да, и это нас очень радует Почему? Потому что я вижу, что Молодежь Новое поколение Молодежь Они хотят заниматься анимацией Это очень интересная сфера И сложная И сложная, конечно Очень сложная сфера И я думаю, что мы На уровне бакалавриата Тоже в скором будущем Это направление Ну вот видите, сколько новшеств Интересных То есть университет Он идет в ногу со временем Да, мы стараемся развиваться Вы, Эльнур, с такой любовью Отзываетесь о своем Альма Матер Вы сам выпускник Азербайджанского государственного университета Культуры и искусства И это ваше место деятельности Ваше место работы Место, где вы творите Я знаю, что вы сняли фильм Но я пока не буду раскрывать секреты Мы обязательно с вами встретимся По этому поводу И вы знаете, вот по-хорошему Просто восторгаюсь вами Тем, насколько вы любите Свою работу И наш университет Мы должны проявлять свой патриотизм Исходя из отношений к своей работе На своем поприще Каждый на своем поприще Вы знаете, мне кажется Я просто должна это вам сказать Что патриотизм нашего университета Он в первую очередь виден Вот в этих достижениях Которые наши ребята показывают Показывают не только у нас Не только на ваших экзаменах В колоквиумах Но и за пределами нашей страны Ильнур, я вас благодарю Я не прощаюсь, потому что я знаю про фильм И я надеюсь в ближайшем будущем Мы с вами встретимся И поговорим об этом фильме Кстати, я немножко раскрою Можно тайну Разрешаете? Фильм посвящен Азербайджанскому государственному Университету культуры и искусства Кузницы Талантливой азербайджанской молодежи Совершенно верно Я благодарю вас за приглашение Мне было очень приятно На самом деле Находиться вновь С вами В вашей компании Я думаю, что мы Еще неоднократно будем с вами встречаться Конечно, мы очень с вами взаимосвязаны Каждый из нас старается что-то сделать Для нашего азербайджанского кино И главное, с любовью Благодарю вас и до встречи Спасибо Благодарю вас также До встречи Субтитры создавал DimaTorzok